Добрый день, уважаемые трейдеры-инвесторы. Сегодня 16 мая, четверг. Представляю вашему вниманию очередной обзор рынка для компании InstaForex, логотип которой, как обычно, вы наблюдаете у меня за спиной на ежедневной основе. Итак, начнем со списка новостей на четверг. Что у нас интересное сегодня? ВВПшка, да, по иене вышла чуть ниже, да. Но сегодня главная новость дня, это число первичных заявок на получение по безработице в США, друзья мои, в 15.30. И это будет основным событием, и волатильность именно в это время будет у нас максимальная. Ну а завтра, собственно, кроме инфляции по евро, особых новостей нет. А давайте посмотрим, что можем поторговать на графиках. Поехали. Итак, начнем мы с котировочек золота, которая вчера закрыла, собственно, третью волну. Вот первая, которая происходила у нас 8 мая. Это, конечно, такой прорывной бар недельный. Почему я говорю недельный? Потому что между разделителями периодов у нас вот эта вся волна недельная. А если вы поставите недельный таймфрейм, то увидите вот это поглощение. Я сколько раз замечал, вот именно по золоту недельное поглощение работает лучше всего. Ну, к примеру, вот поглощение по золоту, вот поглощение по золоту, вот поглощение. И, собственно, вот, соответственно, если вы пытаетесь зайти с отката после поглощения на недельном таймфрейме, в большинстве случаев вы будете плюсовать адски. И такое, кстати, уже было не раз. Давайте еще покажу, где мы брали подобные конструкции. Раз пошла такая пьянка, вот оно, это поглощение. Кстати, здесь мы очень неплохо с вами заработали в апреле прошлого года. Поглощение, откат довольно глубокий. Здесь был слом. И сколько здесь, 15 тысяч пунктов, привет, до перехая. То есть, вот такие вот волны можно брать вполне себе. Она не бывает нечасто, несколько раз за год, но заработать на этом можно. Так, что касается пар евро-доллар, да, вчера у нас на новостях все снова выросло. Кто играл в трехволновки, да, то есть импульс от Ка третья волна, те, собственно, заработали неплохо и вчера. Значит, что любопытно у нас, перехай важных экстремов мартовских уже прошел, импульс пробили, поэтому здесь новых торговых идей нет. Поэтому, собственно, радуемся тем профитам, которые у нас произошли в начале недели. Вот, ну и, собственно, поздравляю тех, кто участвовал. Фунт-доллар тоже хорошо подрос. Абсолютно та же самая картина, что по евро-доллару, все вот эти трехволновки, импульсы. Кстати, кстати, да, вот здесь я прогнозировал тоже рост от недельного поглощения, даже писал статью на эту тему, что нефть в продолжении недельного роста от вот этого пин-бара. То есть прошел пин-бар, откат, ну, чтобы, собственно, по евро и по золоту, вернее, по евро и по фунту примерно все одинаково, потому что здесь, друзья мои, рулят баксы, но вчера были по баксу. Значит, что по фунту? По фунту вот этот уровень у нас главный сейчас, ну, в том плане, что именно охоту, если вы за ним будете устраивать, то здесь должен у вас стейк профит, либо какой-то пробойный ордер, если дадут хороший откат, можно будет подзабрать. Но пока откатик маленький, вот. Но для любителей пробоев можно поставить вот сюда, ну, вот, стейк профитом на 200 пунктов, как я вчера писал мастер-класс. В принципе, если будет пробой, могут зацепить и вот эту двойную вершину, и, соответственно, все это закроется. Нужно сегодня написать торговую идею по этому поводу. Так, австралийский доллар тоже переписал всех, а я недельный, я говорил об этом, что это накопление, ждите первую новость, будет пробой, и вот он. Но напоминаю, что это еще не все движение по этому инструменту, которое должно, на мой взгляд, быть отработано. И здесь уровень 0.69, я считаю, вполне реальный, даже от текущих цен это 2.300, по никому непонятному пятому знаку. Доллар-канадец тоже пошел к снижению, сейчас корректируется, то есть сейчас лонговый импульс, это коррекция относительно тех движений, которые происходят сейчас. Но с точки зрения вот сигнальных баров, у нас пока нет торговых идей, есть куда падать, есть основания импульсных баров, но волатильность очень маленькая, поэтому инструменту гораздо меньше, чем по евро-доллару, поэтому идеи по нему я не даю. А как и говорил, собственно, иена упала от уровня между 50 и 38, то есть импульс, откат, и здесь я считаю, что все, что вся шортовая сейчас идея, все шортовые идеи должны быть нацелены на обновление вот этого минимума, то есть первая, вторая, третья, четвертая, вот это должна быть пятая волна. Пятая, она такая же сильная, как и третья, и, как правило, не то, что переписывает минимум третий, вот, а уже можно рассчитывать на какие-то обновления, в том числе вот этих экстремов. Поэтому так же, как по австралийцу вверх, так же по е не вниз, только с большим потенциалом, потому что волатильность по е не высокая. Так, что касается нефти, нефть тоже падала у нас, все это здорово, побилась между сломами, пробилась, болтается сейчас наверху, сломов пока нет, но многие, я знаю, пытаются взять вот этот слом, может пойти, но здесь очень большой стоп-лосс по инструменту, вот, и, в принципе, вся эта инициатива, она завязана в том числе и на слабости бакса, а нефть торгуется за баксы. Соответственно, вот эта волна может пройти вполне себе, почему бы нет, но здесь большой стоп, я бы в этом не участвовал. Биткоин очень порадовал, я говорил о том, что будет прострел наверх, показывал, от каких уровней пойдет, вот, кто-то заходил пораньше, кто-то попозже, но, как бы то ни было, трехволновая структура так же отработалась по биткоину, как и по евро-доллару, по фунту-доллару и так далее. То есть, у нас был импульс, откат и, собственно, мы видим продолжение роста. Если золото остановится на вот этих хаях, не пробьет их и даст хороший откат в лонговый слом, который вчера произошел у нас на американской сессии вот здесь, то можно пытаться ловить лонги от этой зоны дальше уже на перехаи, ну, на маленькие вот эти перехаи и на большие. Индекс бакса продолжил движение вниз, первая, вторая, третья волна, она закрывается, есть еще цели, куда падать, это еще не все движение, поэтому будьте внимательны. На слабом баксе все индексы улетели в космос, переписали все хая, особенно там DAX и STOX, ну, собственно, те, кто торгует их. Кстати, можно пробовать пробойники ставить, в том числе и на эти инструменты. Гайзек пошел, не дали нам его все-таки набрать, вот эти все экспирационные истории, был бы вот нормальный инструмент без клеек контрактов, так бы мы купили бы его в феврале, там, по полторашечке, как я хотел, и держали бы до мая, вообще, гениальный инструмент, но эти склейки, они вообще не дают торговать. Кстати, напишите, какие варианты есть в этом случае. Доллар-франк подупал, вот, ну, на фоне слабого бакса, но напоминаю, что с доллар-франкой дальше нас интересует сеточный метод торговли, и, собственно, двойные вершины между сентябрем прошлого года и маем этого, это годовые вершины, они остались, если инструмент сюда закинуть, его могут закинуть не только на слабом баксе, но и на слабом франке, он сюда может залететь. Здесь можно поставить сетку лимитных продаж, шагом не менее 500 пунктов по пятому знаку, и взять вот здесь, собственно, по стратегии цирюльник, но в таком большом масштабе. Канадец франк тоже подваливает, но напоминаю, что сетку лимитных продаж можно поставить в этой зоне. Канадец иена начал свою третью волну вниз, то есть прошла первая, вторая, и, собственно, также по доллар-иене, напоминаю, что по канадцу иене потенциал больше. Это вот здесь уже 9800, вчера был больше 10000 пунктов. Франк иена та же самая история, но только по наклонной линии это все будет рано либо поздно пробито. А в слезе канадец, обратите внимание, пробил свой уровень, по текущим ценам он ушел уже на 5000 пунктов. Те, кто любит трепать кроссы, от 5000 пунктов можно набрать сетку продаж и выйти на зеркальном уровне, если дадут это сделать. Собственно, план был здесь, не дотянули, теперь, я думаю, можно пробовать шаг не менее здесь 500. Новозеландец франк пробил Хая, напоминаю, что здесь мы говорили о том, что этот уровень будет рано либо поздно пробит, и сюда можно поставить лимитную покупку. Те, кто поставил на этот экстремум, забрал свои 200 пунктов. Поздравляю, кто это сделал. Австралийцы, Новозеландец, ждем повышенный набор сетки лимитных продаж. И Еврокат идет наверх, так же, как я говорил, можете проверить на каждом обзоре. Покупайте Еврокат. Напоминаю, что основная цель фиксации прибыли 1.51, и до этих целей от текущих котировочек, друзья мои, 300. Еще 3000 пунктов. Ну, и Еврокат, ждем выхода на границы диапазона, пока их нет. Ну, и серверочек, друзья мои, тестирует 30-ку, уже вот-вот пробьет 30-ку и закроет вот эту большую трехволновую структуру, которая длится уже четвертый год. Давайте посмотрим ответы на вопросы на YouTube-канале по вчерашнему видео. Итак, вчера у нас 663 комментарии просмотра. Поехали. 5 комментариев. Спасибо за обзоры мастер-классы. Да, друзья мои, мастер-класс был очень интересный. Спасибо за мастер-классы по пробуем. Да, все классно. Так, так, так. Хотя у нас прогноз, а пишут мастер-классы. Да, Андрей посмотрел мастер-класс. Супер новость. Открыть немного выше, ниже лимитника. Хорошие, но лучше спокойные дни так делать. Спасибо. Да, согласен. По поводу японских дроздов и ПЦРК 13 день. Так, это понятно. Напоминаю еще раз, друзья мои, что вчера я записал уникальный мастер-класс 98. Самая простая и прибыльная торговая стратегия на Форекс со стопами. Со стопами. Это очень важно. Обязательно посмотрите несколько раз. Попробуйте это в симуляторе. Попробуйте это на счетах с малыми спредами. Пишите в телегу, я вам дам ссылочку, через которую можно именно этот торговый метод торговать. Это тоже Инстафорекс, но такой улучшенный VIP Инстафорекс. И там, собственно, спреда практически нет. Еще раз, посмотрите мастер-класс, не потому что я там, знаете, хайпую. Я довольно редко их публикую, но то, что выходит, оно выходит очень хорошего качества именно в идейном стиле, плане. Я думаю, что вы почерпнете здесь много нового. Ну и, собственно, количество лайков об этом говорит. Напомню, друзья мои, что под каждым видео с моим участием раньше было много информации, да, кроме тайм-кодов. Почта для связи, которую я не читаю. Еще у нас есть телеграм-канал по трейдингу, который я наполняю интересными темами. Телеграм-чат по трейдингу, где ребята общаются, предлагают свои торговые идеи. Вот, обмениваются индикаторами и прочим. Ибернечистью, напоминаю, что вы можете открыть счет по моей партнерской программе в Инстафорекс и попасть в мой закрытый телеграм-чат, где мы обсуждаем торговые идеи внутри дня. Также вы можете торговать на счетах без начисления свопов вообще, то есть без списывания свопов. Это очень удобно для сеточных трейдеров, которые держат позиции долго. Добро пожаловать в мою партнерскую группу, друзья. На этом на сегодня у меня все. Понравилось видео ставьте лайк, пишите комментарии. До встречи завтра утром на очередном обзоре рынка Форекс. Всем пока.